К слову, более 400 женщин ежегодно погибают в Казахстане от рук домашних тиранов. Каждая пятая жительница нашей страны хотя бы раз в жизни сталкивалась с проявлением агрессии со стороны своих сожителей, мужей или родственников мужского пола. Статистика пугающая, как и то, что жертвы абьюзеров практически всегда держат в секрете ситуацию, в которой они оказались. В начале года Казахстан сделал очередной шаг в борьбе с бытовым насилием, внеся поправки в административный кодекс. Что именно в нем изменилось, расскажет моя коллега Дарья Пышмынцева. Хотелось бы, чтобы такие сцены были исключительно в кино, но только в их основу практически всегда ложатся истории из реальной жизни. Например, такая, как эта, заснятая на видеорегистратор автомобиля, выложенная в одну из городских социальных сетей. Правда, она произошла не за закрытыми дверями, а прямо на улице. Парень, еле стоящий на ногах, и девушка выясняют отношения. Из-за истерики она не может проронить ни слова. Да и сидя на снегу в страхе, когда тебя держат за волосы, сделать это непросто. В конфликт мешался автор скандального видео. Он посадил напуганную девушку к себе в машину и попытался увезти в безопасное место. Но сделать это ему не удалось. На этом моменте видео обрывается. Чем закончился конфликт, неизвестно. В департаменте полиции сообщили, что заявление от героини видео к ним не поступало. Со временем в социальной сети, в которой его опубликовали, среди комментаторов, которых было немало, разгорелся настоящий спор о поправках в закон о бытовом насилии. Теперь такое часто будем видеть благодаря новому закону. В законе убрали только штрафы за дебош, но наказания остались те же. Если подать заявление, за любое насилие наказывают. Ужесточить наказание за бытовое, а также другие виды насилия против женщин и детей Касамжимар Тукаев поручил парламенту и правительству в сентябре 2019-го во время своего первого обращения казахстанцам. 11 января поправки в закон вступили в силу. В кодексе об административных правонарушениях в ст. 73 с противоправной действия серии семейно-бытовых отношений увеличен срок административного ареста с 3 до 5 суток. Речь идет об оскорблениях и спорах. На 15 и 10 суток агрессоры лишат свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью или побоя. Если этого времени на раздумье обидчику не хватит, и он снова повторит то, что делал ранее, его накажут более строго. Об этом мы поговорим позже. Важно отметить, что до внесения изменений в административный кодекс любители распускать руки помимо ареста платили штраф. С 11 января его заменили на предупреждение. Здесь законодатель объясняет это определенной логикой, а именно тем, что в случае назначения наказания в виде штрафа, то такое наказание ложится не только на правонарушителя, но также и на пострадавшего, поскольку тратятся на выплату штрафа семейные деньги. В большинстве своем, ну, скажем так, там, наверное, процентов 30 таких дел, не меньше, я думаю, вот, они заканчиваются примирением. Ну, опять же, вот, во многом влияло то, что было предусмотрено наказание в виде штрафа. А примириться и закрыть дело, как это было раньше, уже не получится. Согласно последним законодательным поправкам, все происшествия, связанные с семейно-бытовыми отношениями, теперь рассматривает суд. Он же решает, как именно наказать обидчика. Но это только в случае, если дело дойдет до правоохранительных органов. Ведь большинство прекрасных представительниц не хотят выносить ссор из дома. Терпят, таят обиду, иногда не выдерживают и дают сдачи. Так было с Газбас. Уроженка Акмолинской области уже три с половиной года отбывает наказание в Петропавловской женской колонии за убийство родного отца. Он 10 лет подвергал ее и маму моральному и физическому насилию. В 15 лет отец насиловал, и было издевательство семье. У нас запрещалось выходить из дома без его разрешения. Я никому не рассказывала, потому что нашу национальность, они бы не так понялись. Я работала электромонтером, и получается каждый вечер я ездила, снимала показания. И в тот вечер я вернулась, и он мне начал, вот ты была где-то, ты гуляла с кем-то. Я говорю, у меня всего лишь 15 минут не было дома. И он начал опять, начал ругаться в домиках, раз никого не было. Я убежала от него. После вышла из комнаты, он все кричал, что убьет меня. Вышла из комнаты, и первое, что попало в руки, это было ружье. Думаю, отпугну его и выбегу на улицу так. В тот момент я просто не знала, что оно заряжено и произойдет выстрел. Суд приговорил Газбас к 9 годам тюрьмы. То, что девушка оборонялась и пыталась защититься от отца, не стало смягчающим обстоятельством. Как и факты физического насилия, доказать которые было практически невозможно. Невозможным кажется и то, что лишившись свободы, Газбас смогла почувствовать, что больше не боится. Ее тюрьмой был дом, говорит девушка. Отца она давно простила и очень жалеет о случившемся. О том, что сделала, конечно, жалею, потому что все равно можно было бы как-то по-другому этого избежать. Тем более я хотела уже уехать из дома, забрать семью, на Кавказ уехать. Но получилось так. Но теперь что сделать, ничего обратно не вернешь. Только остается с этим жить. В колонии Газбас получила среднее образование. Сейчас учится на парикмахера. Дочь осужденной, которой сейчас 11, не знает, где находится ее мама. Но они обе одинаково сильно ждут дня, когда наконец-то смогут быть вместе. Почему женщины молчат и терпят жестокое к себе отношение? У психологов на этот вопрос нет однозначного ответа. Девушки, которые стали жертвами домашнего насилия, видят причину случившегося в себе, будто они что-то не так сказали, посмотрели, сделали. Из-за стыда они редко делятся с кем-то тем, что происходит в их семье. Последнее, о чем они думают, пойти в полицию. Несколько лет назад в нашей стране проводилось исследование, в котором участвовали 14 тысяч представительниц прекрасного пола. Она показала, что каждая пятая казахстанка хотя бы раз в жизни подвергалась домашнему насилию. Тогда лидером печальной статистики оказался именно северный регион. В 2019-м агрессоров наказывали 2000 раз. В 2020-м полицейские усмирили пыл почти 100 домашних тиранов. Не находя подходящих слов, они пускали в ход кулаки. Молчать и терпеть такое недопустимо. Если обидчик распускает руки, то находиться рядом с таким человеком нельзя. Нужно либо уходить, либо обращаться за помощью к полицейским. Главное – не молчать.